МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году лучше всех выступили омские гимнастки. Воспитанница Елены Арайси, Марины Дрозд, Анастасия Симакова стала первой в упражнениях с мячом, булавами и лентой. КОНЕЦ Вступление в финалах с мячом и с булавами. Эти виды получились лучше всего на данный момент. В них я сделала почти все, что могла, и поставили за них высокие оценки. Также в тройку победителей по итогам многоборья вошла мячка Дана Семиренко, для которой предстоящее выступление на первенстве России станет уже третьим в ее спортивной карьере. Эти соревнования проходили тяжело, очень переживала. Но я все равно осталась довольна своим успехом, но есть над чем поработать. Сейчас Дана будет активно дорабатывать не совсем удавшиеся элементы. Но ставку она делает не только на технику, но и на артистичность. У меня много бросков стоит, у меня очень хорошо получаются некоторые элементы. И очень я артистичная. У меня очень хорошо получаются танциальные дорожки, я их делаю выразительно. У меня очень хорошо получаются танциальные дорожки, я их делаю выразительно. В программе соревнований среди спортсменок первого разряда омские грации уступили кемеровчанке Софьи Гайдук. По сводному же протоколу главными звездочками первенства Сибири стали Анастасия Симакова, Дана Семиренко и Екатерина Чаплина из Кемеровской области. Завершился очень напряженный финал многоборья, где отбиралась команда Сибирского федерального округа, которая будет представлять наш округ на первенстве России. Задачи перед нами большие, потому что в прошлом году мы были вторые в команде после Москвы. Поэтому как бы планку высоко подняли. Надо держаться, надо настраиваться, чтобы все хорошо сделать. Показать то, на что они умеют. А умеют они много. Дай бог им удачи на соревнованиях. Будем готовиться также по две тренировки вот эту неделю. Будем также делать прогоны. И на России ставим себе цель попасть хотя бы в первую шестерку. Личное первенство Сибири стартует уже 31 января. А девушки в групповых упражнениях будут бороться за титул сильнейших гимнасток страны с 23 по 25 марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова